твердыня он совершенно деяние его ибо все пути его праведны всесильный верен и нет несправедливости праведен и справедлив он этот как печать на это то что это то что муж передает народу то есть это то что постигается людьми которые находятся в постижении творца да и сегодня те кто приходит заниматься к нам таким же образом постигает то рана неизменно для всех кто придет когда-либо в этой жизни в следующих жизнях все равно все придут к постижению творца и таким образом они это постигают я хотел бы буквально несколько слов по ходу твердыня он о чем здесь говорится а в основе которая незыблема и неизменно в чем она в том что движение к творцу она происходит по четким определенным законам от малку до кетер это и есть вот это вот путь который единственный да дальше совершенно деяние его то есть те действия которые происходят с нами какими бы они нам не казались когда мы себя исправляем и постепенно постепенно оправдываем его во всем вплоть до осознания его общего совершенства во всем чтобы мы не прошли все что происходило с нами еще будет происходить в течение всей эволюции человечества мы все равно в конечном счете достигнем состоянием когда скажем совершенства совершенно деяний от воина вот дальше ибо все пути его праведной когда говорится пути его о чем говорится что каждый из нас проходит определенный путь все мы вместе проходим определенные пути все время плутаем, пытаемся. И в итоге мы достигаем состояния, когда мы видим, что Творец в каждой точке нашего развития преследовал только одну цель – довести нас до состояния совершенства. И вот это. Всесильный верен и нет несправедливости, праведен и справедлив он. Ну, то же самое. В общем, да, это все в разных... Мне очень трудно описывать это все, потому что до этого надо углубляться в отношении человека с Творцом в личное, которое уже раскрывает тот, кто идет к нему.